Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Прерванный во время пандемии проект волонтеры корпуса мира возвращается в Республику Молдова. Об этом сообщил посол Республики Молдова в США Виарел Урсу. По словам дипломата, американские волонтеры возобновят свою работу в селах Республики Молдова, помогая местным учителям улучшить навыки преподавания английского языка. Виарел Урсу добавил, что отношение Молдовы с американскими властями находится на постоянном подъеме после прихода к власти проевропейских сил, отмечает IPN. Первые волонтеры корпуса мира прибыли в Республику Молдова еще в 1993 году. С тех пор тысячи волонтеров корпуса мира активно участвовали в проектах, направленных на преподавание английского языка, санитарное просвещение и развитие местных сообществ. К концу этого года волонтеры корпуса мира вернутся в наши населенные пункты. В период пандемии эта программа была закрыта. Многие знают, какое влияние оказывают волонтеры корпуса мира на местные общины. В частности, в селах эти волонтеры обучают людей английскому языку и поощряют их объединяться и способствовать развитию сообщества, заявил посол Республики Молдова в США Виарел Урсу. По словам дипломата, молдавские власти превратили Соединенные Штаты Америки важнейшего союзника сразу после начала войны в Украине, когда власти решительно осудили российскую агрессию. Отношение между США и Республикой Молдовы было уже на подъеме с приходом новых властей, и с началом войны эти отношения укрепились. Война стала испытанием для многих государств. Для США было важно увидеть позицию разных стран, кто из них поддерживает агрессора, а кто жертву. И наши власти с первого дня войны изложили свою позицию, отметив, что Россия является государством-агрессором, заявил посол Республики Молдова в США. Также он добавил, важно, чтобы Молдова, будучи государством-членом ООН, заявила о том, что Россия нарушает устав ООН и основные принципы международного права, согласно которым конфликты между государствами не решаются посредством агрессии. Не все государства СНГ заняли эту твердую позицию. Дипломат говорит, что несмотря на то, что в адрес Республики Молдова нет неминуемых военных рисков, элементы российской гибридной войны очевидные, призванные исказить европейский курс страны. В Европе происходит не только одна война. В Украине идет оккупационная война, но есть и другие гибридные войны, но они менее заметны. Гибридная война не имеет шокирующих изображений с поля боя, но Россия использует инструменты этой войны в Молдове. Эти элементы использовались в других балканских государствах, таких как Болгария, Северная Македония, Черногория, чтобы остановить процесс европейской интеграции, сказал Виарел Урсу. Посол Республики Молдова в США Виарел Урсу представил верительную грамоту президенту США Джо Байдену в декабре 2022 года на официальной церемонии, состоявшейся в Белом доме. Корпус мира США – это независимое, неополитическое, нерелигиозное и неприбыльное агентство исполнительной ветви правительства Соединенных Штатов. Он был основан при поддержке президента США Джона Кеннеди в 1961 году с целью укрепления мира и дружбы между людьми разных национальностей и культур. В настоящее время корпус мира осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира. В Европе, Азии, Латинской Америке, Африке и Тихоокеанском регионе. Уже в течение 60-летий корпус мира оказывает техническую помощь путем реализации программ в сфере образования, развития общин, содействия развитию бизнеса, защиты окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения и работы с молодежью. Напомним, что впервые волонтеры корпуса мира прибыли в Молдову в 1993 году. И с тех пор тысячи волонтеров активно участвовали в проектах, направленных на преподавание английского языка, санитарное просвещение и развитие местных сообществ. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.